Что касается комплексного компонента и шаблона, конечно, шаблон комплексного компонента по умолчанию голосует против. Почему? Потому что это фактически страница какая-то HTML, на которой обычно просто подключаются обычные компонентики, которые, собственно, обеспечивают его функциональность. Но на этой же страничке могут быть и вкрапления любые другие кода, какие-то формы, тот же ssid, run-стринги. Поэтому в комплексном компоненте каждая страница шаблона должна, конечно же, проголосовать за. Итак, инфоблоки против хайлоуд-блоков. Скандалы, интриги, расследования. Давай. Ну, сначала хотелось бы сказать, что тут, а, между прочим, не надо путать инфоблоки и хайлоуд-блоки. То есть очень часто даже хайлоуд-блоки называют хайлоуд-инфоблоки. Мало того, я недавно, вот сегодня в админке смотрел, у этого модуля чудесного написано настройки поля инфоблока. Ну ладно, поправим. Начнем все издалека. Давным-давно, в далеком королевстве, в 2003 году вышел релиз модуля информационных блоков, версия 3.0. И если посмотреть на то, как этот модуль развивался, то тот функционал, который нам сегодня кажется как бы must-have, и то, с чем мы родились, на самом деле он появился далеко не сразу. Вот, например, события модуля инфоблоков, которые вы часто очень наверняка используете, и почти ни один проект без них не обходится, они появились только через три года после того, как модуль был выпущен. Экспорт-импорт появился только через четыре года, только на четвертый год. А сейчас это, кажется, работает и работает. Не в ту сторону. Я здесь не стал перелистывать. Вы у нас на сайте, где в 1SBitrix.ru, можно посмотреть полный список всех изменений. Здесь такие ключевые моменты. Я постарался выделить не больше одного за полгода, но где-то побольше. Здесь можно видеть, что модуль информационных блоков развивался вместе с продуктом. То есть, когда в продукте появилась поддержка автозагрузки классов, она вышла в модуль информационных блоков в 2009 году. Поддержка Эрмитажа одновременно вышла в 2010 году вместе с продуктом. Облако тегов появилось только на пятый год. А обмен 1С по возрасту скоро в школу пойдет. Однажды, почитав эту историю обновлений, я уже не смог слезть в сервер обновлений и посмотрел статистику нашего сервера обновлений. На этом графике видно объем обновлений, выпущенных за все время существования Bittrex по модулям в килобайтах. На первом месте модуль Intranet. Я думаю, что незаслуженно, благодаря большому объему визардов, которые часто выходили в полном объеме. На втором месте полгигабайта обновлений главного модуля. Инфоблоки занимают четвертое место, не дотянули чуть-чуть до 200 мегабайт. И хайлоат-блоки с одним мегабайтом в хвостике. Вон там. Интересно же поковыряться в прошлом, да? Я смоделировал, я взял черн инфоблоков. Что такое это? Это количество строчек, которые были в модуле изменены по годам. Добавлены или изменены. Ну и вот видно, что темп изменений только растет. То есть модуль, несмотря на свою давнюю историю, по-прежнему не теряет своей актуальности. К нему все время появляются новые требования. Все время находятся новые задачи, новые применения какие-то. Ну и вот за прошлый год 100 тысяч строчек кода было в модуле изменено. А за первые полугодия 2014 года те же самые 100 тысяч. То есть, я не знаю, даже страшно аппроксимировать, честно говоря, эти графики. Я сначала попытался нарисовать аппроксимацию, но испугался и убрал со слайда. С другой стороны, если посмотреть на модуль хайлот-блоков, то это 2500 строчек в год. Не очень много. Мы уделяем ему, очевидно, не так много внимания. Он развивается не столь динамично. Но развитие стабильное, однако. И опять же, за полугодие 2014 года, 2013 год мы уже сделали. Если сравнивать эти модули напрямую по фичам, то можно посмотреть, что... Ну, все фичи здесь выписаны, собственно, с модулей инфоблоков, поэтому он получил справедливое да во всех практически строчках. Кроме поддержки UREM, которая вот-вот грядет. В хайлот-блоках у нас есть админка. Ну, какая-никакая. Набираемые свойства присутствуют. Без них вообще бы ничего не было. Присутствуют два компонента. Есть события. Ну, благодаря тому, что используется ядро D7. События автоматические. Их вообще не надо было, как выяснилось, программировать. Вот такое вот у нас сравнение этих двух модулей. После этого я перешел к практической части. Ну, для чего мы используем инфоблоки и хайлот-блоки? Чтобы загружать информацию и показывать ее. Ну, я решил загрузить 200 тысяч элементов. Ну, а почему нет, собственно. И здесь вот представлен график скорость загрузки. Здесь 200 тысяч элементов. Каждый шаг, каждая точка – это одна тысяча элементов. По вертикали оси мы видим секунды. То есть мы видим, что в самом начале в инфоблоке красненькая линия загружалась примерно где-то тысяча элементов за 18 секунд. 17-18 секунд. Я понял свою ошибку, пошел в админку, выключил индексацию модулем поиска. Ну, и дальше загружалось уже 7 секунд на тысячу элементов. Хайлот-блоки уверенно сделали со счетом 7.1. То есть за тысячу элементов загружается за одну секунду. Это, я считаю, прекрасно. Загрузил, открыл в админке, посмотрел на них, да, элементы присутствуют. А, надо сказать, что здесь загружались случайные данные. Там чуть дальше, может быть, даже на скриншотах будут. Загружалось название элемента и анонс. Я не стал вдаваться там в детали различные. Два поля буквально. Текстовые, они довольно объемные. После этого я разместил два компонента на страничке. Это news list, как наиболее часто используемый для отображения информации из инфоблоков. Ну и самый простой, не навороченный, потому что в каталог секшен он такой очень много с ценами начинает туда-сюда лазить. Много действий не нужно делать. Ну и в хайлоат-блоках мне выбирать особо было не из чего. Там один компонент списков, один деталь. Я их разместил на страничке, сбросил все кэши, перезагрузил все сервера и получил вот такое вот примерно время. То есть без всякого кэширования на чистом апатче, на чистом свежестартованном MySQL, без буферов операционной системы, news list выполнился, показывая 20 первых элементов, отсортированных по идентификатору по убыванию. Простейший запрос MySQL. 15 запросов потребовали выполнить за 2,3 секунды. Запрос мне пришлось очень сильно до нечитаемого состояния поджать, чтобы он хотя бы даже влез на этот слайд. Мы там, если у кого хорошее зрение, можете взглядеть два джойна, один под запрос, какие-то различные условия. И хайлоат-блоки. Ну я не знаю, тут без комментариев. Разница просто колоссальная. В тысячи раз. В тысячи. Я боюсь считать, у меня калькулятора нет. Ну и сам запрос-то. В нем нет ровно ничего лишнего. То есть то, что потребовали от компонента, то он и показал. Да, я был очень впечатлен этим. И у нас на носу обновление хайлоат-блоков 14.5.0, которое уже прошло тестирование. Ну и вот-вот выгружено. И порадует вас следующим. Оно порадует вас доработанным административным разделом. Появился фильтр, наконец-то. Потому что мы сами начали, когда использовать хайлоат-блоки в качестве справочников 1С, я с ужасом, когда я первый раз загрузил справочник, ошибочный, я с ужасом понял, что мне нужно будет как-то вручную удалять 60 элементов. Ну это было, конечно, чревато. А, вот здесь вот видно, кстати, заголовок и анонс, о которых я говорил, которые случайно генерируются. «Вмешала уборка, фальшивые сомнения равны центра». Появился фильтр. Появились групповые операции. Редактирование в списке, удаление. То есть, наконец-то можно было в три клика удалить, почистить хайлоат-блок. Появились отличные вещи, такие как поддержка полного состава всех пользовательских типов свойств. То есть, до сих пор вы там могли видеть, насколько я помню, строка, число и список, вероятно. Сейчас любые пользовательские типы главного модуля поддерживаются в хайлоат-блоках. И это отлично. И появилась поддержка множественных полей. Она, кстати, в инфоблоках тоже не сразу появилась. Если вы потом скачаете презентацию, посмотрите. Она вышла не с релизом в модуле инфоблоков. Ну, эта галка, она системная, она не была предусмотрена никакого механизма ее скрытия. Поэтому она была, да. Но она не работала. Заработала. Какие у нас планы? Планы в громадье. То есть, там догонять и догонять. Мы это поняли уже, да? Ну, замедлять и замедлять, как Вадим Николаевич реально говорит. Ну, да. Вот четвертый пункт. Интеграция с модулем поиска однозначно секунду превратит в три. Обещаю. Я каждый раз с Максом воюю про синхронную. Но он мне доказывает, что... Ну, давай только отдельно потом поспорим. Хорошо. Ближайшие в планах это добавить экспорт-импорт. Без этого, ну, вообще никуда. Поддержка прав. Но не рассчитывайте на такую поддержку прав, которые сейчас есть в инфоблоках, как расширенная до уровня раздела элемента с наследованием, перекрытием. То есть, это будет права достаточно... Ну, вот как обычные стандартные права на инфоблок. Вы даете на хайлоат-блок право на редактирование и контенщик может его набивать. Будут доработаны компоненты и шаблоны. То есть, я выступил с предложением код там сильно улучшить. Что-то можно даже и переделать. И новый SQL будет работать без сторонних каких-то библиотек, которые сейчас требуются для поддержания протокола. Вимкэш, новый SQL. То есть, это будет реализовано непосредственно. Мы включим это в состав модуля. Ну, и знаете, да, парадокс Зенона про Ахиллеса и Черепаху. Ну, у нас есть планы и на модуль инфоблоков, конечно же, тоже. Это ОРМ. И мы будем стремиться к тому, чтобы ее реализовать. Это будет доработанная производительность компонентов и админки. Есть идеи, есть куда развиваться. Потому что с последними релизами, с поддержкой СКУ, с усложнением логики, отображения, бизнес-логики, с производительностью стало не ох и не ах. В компонентах каталога, по крайней мере. Хотя последние версии очень сильно нас продвинулись вперед. Это будут расширения API. Выборка из нескольких инфоблоков. Плюс это не CI-блок элемент get list. Это компонент каталог section. Так что не обольщайтесь сильно. ООП в компонентах. То есть, есть мысли для того, чтобы сделать базовые компоненты инфоблоков, основанные на расширении и на объектной модели. Для этого мы, конечно, подойдем тщательно к проектированию. Для того, чтобы их легко можно было расширять именно через наследование. Иначе какой смысл вообще ООП затевать. В CI-блок элемент get list будет обещана мегафича. Это фильтрация и сортировка по ценам с учетом валют. Давно спрашивают. Было страшно очень реализовывать. Ну, уже на носу. Если подвести кратко итоги, сравнение по планам, то инфоблоки последнее да, закроют. Ну, а хайлоуд блоком еще пилить и пилить. Ну, в этом деле главное не перегнуть, чтобы они не получились инфоблоками. Ну, к тому времени, когда хайлоуд блоки... Они же для разного. Когда хайлоуд блоки будут грузиться с тысячи элементов за 7 секунд, инфоблоки что? А, сделаем хайлоуд блоки 2.0. Ну, то есть уже точно хайлоуд. Не, ну... Окей. Выводы. Какие же выводы можно было сделать из всего прослушанного? Выводы тривиальные. Инфоблоки. Ну, без них контентно-составляющие сайта сложно себе представить вообще, как реализовать. Они очень мощные. Они поддерживают большое количество интеграции с модулями продукта. Это и поиск, и документооборот, и бизнес-процесс, и каталог. По инфоблокам информации просто море, потому что любой изучающий битрикс первое, с чем сталкивается, это не ньюслист, это ци-блок элемент гитлист. Это наше все. И темп развития его, ну, меня, не знаю, восхищает уже сайт одновременно. Хотя, вроде бы, я это и делаю все. Хайлоуд блоки. Вам хочется красивого ООП-кода без лишних наворотов? Пожалуйста. ООП с основанием на D7. Это новый, объектно-ориентированный. Ну, кому-то нравится. Кому-то нравится рыжие, кому-то блондинки. Намного быстрее инфоблоков. Ну, то есть и сейчас быстрее. Я думаю, что и учитывая темп развития обоих этих модулей, они по-прежнему будут оставаться впереди. Ну, и поддержка новой SQL. То, что инфоблокам, я не думаю, что светят хоть когда-либо, потому что уж слишком много бизнес-логики наворочено до слоя доступа к данным. Слушай, а хайлоуды, они под кластером работают? Мы балансируем нагрузку? Нет. С инфоблоками балансируем, а здесь нет? Нет. Вообще, это большой минус, надо его доделать. Ну, там чуть-чуть пилить. Давай это доделаем до конца. Нет, нет, нет. Вопросы Максиму? Нет. Балансировка, которая автоматическая, которая вот все привыкли, она работает, да. Не работает вертикальный шардинг, как вот модуль поиска и модуль веб-аналитики, можно вынести на отдельный вообще сервер базы данных. Это может и не надо. Балансировка между мастер-слейвом работает. Я не знаю, представьте себе сценарий, когда ты указываешь, какой хайблок на каком сервере… Давай, я тебе успею еще задать вопрос. Я не увидела на слайде, а в свойствах это ML-текст. Оно есть? А ты сказал все. И когда вы… Там на слайде тоже есть редактирование в списке одного из элементов хайлоуд-блока. И когда большой объем текста, неудобно редактировать. Вот. У меня пожелание, чтобы было HTML-текст, свойства. Все. Какие же хайлоуд, если это HTML сразу? Бабах. И все уже. Блоб. Ну, я расследую тайну пропавшего бриллианта из этого списка. Может быть, он скрыт? А, в ядре нету. А в ядре нету и не будет. Договорились. Я объясню, с чем это связано, на самом деле. То есть, у всего есть, конечно же, свои причины. Ну, казалось бы, что там, да? Написать пару обработчиков, которые бы вывели код там в форме и так далее. Но все… Леша, переключайся пока. Все упирается, как правило, в то, что у нас есть множественные свойства, значения для которых добавляются динамические. Так вот, наш визуальный редактор, он не позволяет динамически клонировать самого себя, ну, по крайней мере, тем механизмом, который сейчас заложен. То есть, это или механизм переписывать, переделывать, вообще идеологически другой делать, или визуальный редактор как-то адаптировать. Ну, я уж тут не знаю. Давай, Макс, дальше к вопросам. Вот там вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Максим. Дмитрий, ну, вопрос про планы, я думаю, всех интересует. Есть какие-то сроки у них и приоритеты? Особенно интересует как раз интеграция с модулем поиска. То есть, я сейчас, как правильно понял, если мы делаем цвета, например, и размеры на хайлоуд блоках, то поиск, например, желтый, работать не будет. То есть, надо индексировать инфоблок с учетом туда подмешивать хайлоуд данные. То есть, как сейчас обходить тогда это ограничение, да. Макс. Если очень сильно хочется использовать хайлоуд, но при этом, чтобы поиск работал товаров, например, куртка желтая или куртка красная, клиенты это очень сильно просят. Ну, логично, не хайлоуд индексировать, а инфоблок с учетом этих данных. Не, ну, это, да, логично, и все соответствующие механизмы как бы почти присутствуют. В общем, я так скажу, пилить там не очень много, и это в ближайшее время мы вот сделаем. В ближайшее время это появится. Да, да. Но после доклада все-таки подойдите к нему, чтобы он отложил себя. Ну, это четыре строчки кода. Добрый день, Максим. Давайте вопрос. Меня зовут Сергей. Вопрос вот такой. Если я, допустим, пишу свой компонент и использую хайлоуд блоки, это будет участвовать в управляемом кэше? То есть они там будут сбрасываться кэш, если мы изменили данные в хайлоуд блоках? Хайлоуд блоки сейчас на данный момент программы кэширования не поддерживают. Но у меня в блоге на сайте dev1sb3x.ru есть чудесная статья. Вы напишите пару обработчиков событий по сбросу, добавите один единственный метод вызова регистр тег по тегированию, и у вас все заработает. Это же будет ваш компонент. И еще предложение одно. У нас есть пользовательские свойства в инфоблоках. Там у нас есть русское название и английское, например. Наименование. Я имею в виду. Почему бы нам не сделать это для хайлоуд блоков? Потому что в админке они выглядят ужасно. Название сущности или название таблицы, по-моему. Если не ошибаюсь. Вести Pro-102 поле для русской, допустим, и для английской. Либо одно. Это будет очень хорошо с точки зрения даже пользователя. Он будет видеть, что он редактирует. Ну, я больше скажу, что сейчас название, которое в хайлоуд блоке, оно используется для построения админского меню и в прочих всяких штуках. Так вот это название будет переделано. Оно превратится в системный идентификатор. И будет добавлено название, которое, собственно, и будет названием, очевидно, с возможностью локализации. Давайте последний вопрос. Максим, здравствуйте. У меня вопрос, возвращаясь к слайду со свойствами хайлоуд блока. Я заметил, у вас там появилась привязка к элементам других хайлоуд блоков. Это уже доступно? Ну, я вот, я, к сожалению, очень давно не открывал релизные битрикс. Я сижу на битриксе, который подключен к меркуриал репозиторию. Поэтому я, к сожалению, не могу вам сказать. То есть вы просто установите, включите бета-обновление, накатите и сами все увидите. Ну, то есть вообще задумано должно быть. Накатите обновление, извините. А, можно, в принципе, одно другому, я считаю, что. И еще один вопрос. Перед обновлением можно, да и после. В API-инфоблоках в гетлисте есть очень удобный синтаксис, который через точку позволяет у связанных элементов запрашивать сразу их свойства. Появится ли такая же возможность для свойств типа справочника? То есть через точку сразу получить значение свойства из хайлоуд инфоблока. И, соответственно, наоборот. В хайлоуд инфоблоке через точку получить значение свойства элемента инфоблока обычного. Если это и появится, то не в CI-блок элемент гетлисте, а в Bittrex, i-блок, i-блок гетлист. То есть это появится, если то появится в ORM составляющей информационных блоков. Потому что наша ORM позволяет автоматически выстраивать, ну, сколько угодно длинные цепочки, автоматически делая джойны и выбирая необходимые поля. То есть если это и появится, то появится только с поддержкой ORM в инфоблоках. Спасибо. Спасибо, Максим. Я знаю, что если мы сейчас не завершим эту серию вопросов, то мы еще можем смело съесть следующий доклад. Иногда вот у нас будет, кстати, время. Пожалуйста, вот эти вопросы. Помните, у нас там в конце диван. Это вот этот угловатый будет вот этот диваном. И мы все эти вопросы зададим. Хорошо? Если вы не успеете по дороге задать. Спасибо, Максим, большое. Вам спасибо. Спасибо.